Здравствуйте, дамы и господа, мы продолжаем прохождение Бойлинг Стилл. Мы прокачали полностью плазменный резак, так что я предлагаю сейчас заняться прокачкой гвоздострелов. Всё-таки вкачать его, тем более, что осталось убить врагов не так уж и много. По крайней мере, для открытия, для апгрейда скорострельности. Тем более, здесь на один грейд даже больше. Бонусный гвоздь, разве не ради этого мы сражаемся? Разве не ради этого мы везём ожесточённые бои? Так, давайте посмотрим на нашего сварщика. У него есть два щита, у него проблемы с манипулятором, нестабильная работа. Но вот это на самом деле нам не в плюс, потому что мы из гвоздострела стрелять собираемся. Ну, что поделать, что поделать. Хоть какая-то у нас цель будет, попробуем прокачать полностью гвоздострел, хоть и времени потребуется гораздо больше на прохождение заданий. Так, взводы дронов-смертников и значок из серьёзного Сэма. Я надеюсь, они также будут орать, когда будут подходить ко мне. И также огромное количество мин, случайные мины. Ну, прекрасно. Короче, это не самое простое задание, но мы начинаем его выполнять. Можно, кстати, попробовать мины подрезать резаком или гвоздомётом этим стрелять. По минам, может быть, таким образом мы сможем их обезвредить или руками поковыряться как-нибудь. Наверняка их можно как-то обезвреживать, просто я не пробовал. Мне кажется, так и есть так. Ну, так себе цвет. Какой-то оранжево-белый, даже немного бежевый напоминает. Ну что ж, начинаем. Зато теперь на безопасном расстоянии можем по баллонам стрелять. Правда, вот сейчас не самое безопасное расстояние было. Меня в итоге всё уже задело. Так, ну мин пока нет. Они в случайном порядке. Я послушал, и заспаунилась сзади, вылезла мина. Да, у гвоздомёта только... Вот и мина, кстати. У гвоздомёта только одно преимущество. По крайней мере, до прокачки. Потому что можно взрывать бочки, находясь на безопасном расстоянии. Несмотря на то, что луч резака у нас достаточно длинный, мы всё равно не в состоянии безопасно взорвать баллоны. Как будто какая-то пустынная планета. Или там буря. Сейчас мы можем за ней наблюдать. Так, ну ладно, не время для этого. Берём снова наш замечательный инструмент. Во, здесь мины. Я тогда не буду пробовать уничтожать. Дождусь, пока они взорвутся. Избавлюсь от шара. Последний у нас мечник. Который не самый манёвренный. Да, отлично. Таким вот образом так и победим. Так и победим. Так всё и задумано. Будем стрелять. Теперь возвращаемся к тактике стрельбы по баллонам. Так, вот немного отходим. И взрываем. Великолепно. Красота. Как Майкл Бэй завещал. Решил обойти с этой стороны. Так, ладно. Вот в таких случаях, наверное, всё-таки брать лучше резак. От греха подальше. А то он явно хотел мне этот меч в задницу воткнуть. Так, ладно. Теперь возвращаемся к гвоздомёту. Так, здесь вижу бочек. Мы прострелились. Точнее баллоны. Прострелить не удалось в первого раза. Так, ну кого-то я явно задел. Да, и вот от щитоносцев придётся избавляться именно резаком. Потому что крайне трудно попасть с помощью гвоздомёта этого в ноги. Если бы скорострельность мы прокачали, может быть, попроще было бы. Я до конца не понял, в чём она проявляется. Эта нестабильность. Так, извините, чтобы показал средний палец. Примечаю, сразу примечаю баллоны. Это значит, что время доставать наш гвоздомёт. И целясь в баллоны. Стреляем сразу же. Давай! Есть. Так, ну этого, конечно, не хватило. В те баллоны я уже не попаду, да? Ладно. Там вроде один остался. Стрелок. Не надо, не стреляй. Могу я его с кулака убить? Иди сюда, мразь! Нет, не похоже. Он даже как-то попадает. Да подожди ты. Да, мне взять оружие! Он даже как-то попадает, несмотря на то, что ствол был за моими плечами. Да, зря я это делал. Начал какие-то эксперименты. Бессмысленно делать. Но всё для того, чтобы разнообразить геймплей. Потому что мы, честно говоря, уже поднадоели сражениями. Несмотря на то, что... Ну, они не самые плохие, я уже об этом говорил. Всё равно поднадоедают. И благодаря гвоздомёту я хоть немножко разнообразил, но теперь мы очень медленно проходим задание. Так, тихо, не стреляй. Босишка. Всё, двое стрелков осталось. Так, вот мина. Да, её можно уничтожить. С помощью резака. Я думаю, с помощью любого абсолютного инструмента. Ещё одна мина. Я не успею, наверное, выхватить. Проще задышаться назад. Так что сварщика, сапёрные войска готовы к любым обстоятельствам. Так, я вижу бочки. А я человек простой. Вижу баллоны, точнее. Нажду, пока спавнится враг. И сразу стреляю. Почти развалил все барьеры, кстати. Да, возможно, я зря это сделал. Так, нужно не забывать, кстати, про щит. Я сейчас его, скорее всего, и заюзаю. Здесь начнутся серьёзные проблемы. И они, кажется, начинаются. Подпиливаем колени, суставчики. Затем двигаемся вперёд. Встречаем шар. Уничтожаем его. Разбираемся с пулемётчиком. Ну, если это можно назвать плазменным пулемётом, по-моему, мина, да, прямо в моей заднице рванул. Ну, что поделать, подгорело немного. Надо прятаться за контейнером и шмальнусь. Нет, дистанции не хватает. Слишком далеко. Я вроде попал. Со стороны наплевать. Да, по крайней мере, гвоздомётом взорвать её точно нельзя. Наверняка её вообще никак взорвать не получится. Так, ну ладно. В принципе, у нас дела-то не так уж и плохие. Тем более, что у меня по-прежнему осталось две брони. Возможность воспользоваться этой способностью два раза. Так, не забываем, что здесь сейчас могут вылезти админы. Но вместо этого высрылись роботы. Подождём, пока они поближе подойдут. И уничтожаем двоих хотя бы. Я до сих пор, кстати, не прокачал вроде как свой гвоздострел. Их достаточно, видимо, убил. Я, конечно, переключаюсь на резак. Но я всё же стараюсь именно гвоздострел прокачать. Можем посмотреть, кстати. Так, оболочка. Здесь же можно посмотреть? Умение инструмента. 23 врага из 37. 7 врагов осталось убить, ликвидировать. И мы, наконец, прокачаем нашу способность. Теперь мы их быстро будем разминировать. Ну, по возможности, конечно. Лучше сразу вытаскивать новый гвоздострел. Посмотрите, где мину зарыли прямо в этих баллонах. Интересное расположение. Так, всё. Ни мин, ни роботов, ни единой души. Лишь тишина и мрачный покой, который меня начинает беспокоить. Значит, сейчас будет духота. Сейчас будет огромное количество роботов. Не иначе. Да, начинает спауниться. Ребята, давайте прострелим баллоны. Ну, вроде как никого. И не задели эти баллоны. А вот меня задели. Говняки. Один, что ли, сейчас нет? Двое. Странно, что этот не сдох от взрыва. Видимо, он пробежал позже. Да твою мать. Вот в чём проявляется дестабилизация. Так, ладно. Используем резак. Классно ты залез на баллоны. Так, господа. Ну, начинается. Грубаем. Грубаем щит. Здесь без него не обойтись. Можно и бочки. В таком случае отзорвать баллоны. Так, остался последний. Или кто-то там ещё катается. Чего-то голова. Видимо. Так, у нас здесь есть спуск, есть барьер. Через барьер никак не пройдём. Мне показалось, здесь терминал. На это, видимо, кусочек... Кусочек моего интерфейса светился. Значит, в таком случае мы спускаемся. Игрём снова гвоздомёт. На всякий случай. Но мины, если мы выстреливаем в мины, вряд ли нам засчитывается. Это как за убийство. Так что, скорее всего... Может быть, и от бочек. Те, кто помирает, они не засчитываются. В нашу записанную книжечку. Задели у меня, к сожалению, баллоны. У нас ещё одна броня осталась. Нужно иметь это в виду. Намотать себе на ус. Какая-то лампа, смотрите. Внезапно какой-то фонарный столб здесь находится. Хотя, не знаю, может, я и раньше их видел. Просто особо внимания не обращал. Так, ну это просто обходной путь. Классно. Две мины сразу рванули. Я их и не заметил. Пока смотрел на барьер. В итоге взорвался на двух минах. Но, тем не менее, чувствую себя не так плохо. Вот теперь довольно хреново. Ладно, нормально. Две ячейки ещё остались у меня. Плюс броня. Так, там какой-то подъёмник. Но нам, скорее всего, туда. Он вроде как в рабочем состоянии. Да, там уже погоня. Погоня за мной. Так, нажимаем на кнопочку. Я, пожалуй, буду избегать подобных погон. Хотя, с другой стороны, можно пострелять отсюда. Здесь же никто не заспавнился пока. Да, я могу даже достреливать на такую дистанцию. Нормально. Давайте тогда заформим. Уничтожим пару роботов. Пару-тройку. Да, прицеливаться, конечно, не очень удобно. Всё, отлично. Да, действительно, скорострельность увеличилась. И очень даже приятно стало. Хотелось бы ещё увеличение магазина или что-то вроде того. Так, мин нет. Кто-то светит. Сзади заспомнился. Ладно, придётся вернуться. Несмотря на это насилие со стороны роботов, у меня остались по-прежнему две ящейки. Да, и здесь огромное количество баллонов, которые я, естественно, мог бы задействовать. Если бы была такая возможность. Так. Терминал. Больше никто не заспавится. Наверняка они здесь заспомнятся ещё. Да, этот уровень большой. Действительно, они заспомнились. Правда, мне будет неудобно, когда он швырнул дрона куда-то в стену. И он, естественно, оттуда вполне может работать и стрелять, простреливать. А я до него добраться не могу. Хотя нет, он застрял. Ладно, он исчез. Кто-нибудь? Это всё? Да, это всё. Ну что ж, в таком случае. Двигаемся дальше. Давайте, наверное, немного с резаком уже побегаем. Там до последнего грейда, по-моему, в районе 15 противников нужно ещё уничтожить. Так, забурились сюда. Подождём здесь. Отходим немного назад. Вот и камикадзе. Да, видимо, под камикадзе имелись в виду именно эти шары. Я уже думал, какой-то новый противник появится. Здрасте. Не заметил вас. Ещё и дрон здесь торчит. Так, слушайте, надо включать броню. А то у меня одна ячейка уже осталась. Тварь убегает. Как только я броню включил, он сразу решил к отступительной тактике прибегнуть. На самом деле, я мог сразу активировать и свалить отсюда. Ну, это было длинное задание. Мне кажется, довольно много времени мы на него потратили. Итак, возвращаемся на базу. С возвращением, напарник. В этот раз был хороший лов. Добытой энергии хватит на запуск нескольких узлов энергостанции. Ещё два или три таких успешных набега. И можно приступать к захвату объекта. Следуя в рубку управления. Насосная станция. Идём к ней. Ладно, хватит, наверное, гвоздомёта. Кстати, уровень угрозы там 96%, по-моему, был. Хватит гвоздомёта. Пора, наверное, к стандартной привычной тактике уже возвращаться. К нашему любимому резаку. С ним мы гораздо быстрее пробежим. Мне показалось, он исчез. Спускаемся. Вот здесь неплохая арена для сражений. Сразу дело гораздо быстрее пошло. Я хоть и не пытаюсь обнаружить мины, а просто побегаю вперёд. Так, что мы активировали? Здесь вообще какое-то месторождение нефти. Кто-то заспалнился. Ну, видимо, нам возвращаться надо, скорее всего. Мы силовое поле в очередной раз отключили. Так, уничтожим. Да, и теперь здесь можем пройти. Сразу они подготовили летающих дронов. Жалко, что это окончательная прокачка резака, и больше его вкачать не получится. Мне нравится резак. Я уже слился с ним воедино. Вот продолжение моей робо-руки. Так, сзади там ещё кто-то заспанился. Ладно, давайте его подождём, раз он щитом издалека шмарясь не планирует. Так, теперь мы открываем эти ворота. Запитали мы терминал. Можем открыть ворота и пройти дальше. Стабилизация ядра. Проверка какой-то конфигурации. И всё по-новой. Ладно, спускаемся вниз. Вот здесь вот уютнее себя чувствуешь, чем наверху на тех мостах. Да, вот мой луч становился красным, когда я перегревался резак. И он наносил, по-моему, повышенный урон. Как-то было задумано после прокачки. Или мне казалось. Да нет, вроде как-то так и было. Я не придумываю. Так что имеет смысл держать теперь резак до конца. Да, вот смотрите, оранжевый луч появился. Это значит, мы наносим повышенный урон. Хотя особо это не ощущается. В принципе, пробегаем быстро. Сколько мин, и я все успел обезвредить, к счастью. О, не, всё, здесь я пробегаю. До свидания. Главное, не взорвать баллоны. У меня вот это получилось сделать. Нужно не забывать про способности. У меня снова пулемёт, да. Ну, вообще, это не очень хорошая способность. Кто-то ещё остался, и он до сих пор стреляет. Ладно, я не буду к нему уже бежать. Ну и он нахрен. Лечейка у меня много. Так что пока всё прекрасно. Блин, надо было оставить себе эту мину. Ну-ка, давайте здесь ещё потелепортируемся. Может быть, ещё мину найдём. Предлагают сюда спрятаться, хотел сказать я. Но здесь невидимый барьер. Здорово. Придётся использовать нашу обилку как раз. Так, поднимаемся наверх. Есть, кстати, пулемётная установка. Странно, что пулемёты ещё не повлезали. На предыдущем уровне вообще пулемёта не было. Что я сделал? Я подумал, я восстановил мост, но судьбы всему нет. Я, скорее всего, запитал очередной терминал. Тут буря в пустыне. Огромное количество мин взрывается за нашей спиной, но мы не смотрим на взрывы. Кто-то вверху ещё остался. Не знаю, каким образом он туда попал. Так, ну-ка, может, аккуратненько... Оп, подожгли и сразу свалили назад, да. Да, вверху там дофига ещё народа. Зря я, наверное, сейчас воспользовался этой способностью. Я что-то немного занервничал, когда они начали меня зажимать. Ну, ладно, напрывать, на самом деле. Хуже уже не будет, если как говорится. Наверное. Я почти уверен в этом. Хотя, может, и будет прямо сейчас. Заметьте, мы уже до конца дошли. А если мы стреляли из гвоздозёра... Давайте, пожалуй, подкручимся. Тихо-тихо-тихо-тихо. Большой ворот. Да хватит, как она простреливает? Да, пора уже. Давайте возвращаться. Замечательно. Хорошая новость, напарник. Я заметила, что наш враг сместил область сканирования орбитальных комплексов на противоположную сторону планеты. А значит, пройдёт больше времени, прежде чем нас обнаружат. Но расслабляться не стоит. Следуй в руку управления. Угроза 101% уже даже. Так, ладно, что у нас за носитель, сварщик с защитной матрицей. Нормально, сойдёт. Так, задание. Вот у нас и турели появились. Плюс ещё мины остались. Но зато этих камикадзе не будет, по всей видимости. Так что мы сможем ещё быстрее это задание пробежать. За такого носителя, с такой расцветкой я уже играл, по-моему. Да, наверное, нового уже ничего не встретится. Самая красивая расцветка была лимонная, лаймовая такая. Ядовито. Зелёная. Жёлто-зелёная. Так, ладно, двигаемся сразу, наверное, в терминал. А, блин, мешает. К сожалению, придётся уничтожить эту турель, чтобы она нам не мешала, пока я буду актив... А, ещё одна турель. Так, я буду активировать терминал, открывать ворота. Да, ну ладно, ничего страшного. Справлялись с турелями. Немного, конечно, они могут нам проблемно создавать. Но, в конце концов, всегда можно пробежать, проспедранить. Так, кто-то заспаунился, я слышал. Это мины, что ли? Блин, нет, это у меня уже слуховые галлюцинации, как будто со всех сторон они начинают спалниться. Да, я путаю звуки просто. Минус один. Минус второй. Сперва. Смотри, вон, вонючего закинуть. И сзади, похоже, мины где-то сработало. Ладно, плевать. Дальше. Пока там ребята с мечами загруппируются. И подойдут ко мне. Тихо, не подходи, не подходи. Не подходи ко мне. Я обиделась. Так, ну вот и турели. Давайте эти попробуем пробежать. Точнее, там одна турель. Может быть, там еще одна выехала. Блин, ребят, как же вы не вовремя с щитами? Твою мать. Не это я хотел сделать, но ладно. Сильно я не пострадал. Но главное, просто у меня еще щит остался. Нужно не забывать про это. Пусть у меня в глазах при телепорте. Так, ну-ка, быстренько. Можно? А, да, нажать кнопку. Не надо активировать здесь ничего. Так-то лучше. Так, идем дальше. Сразу же. Снова барьеры. Снова работают с щитами. Ничего это не меняется в этой войне. Турель там откуда-то выехала. Нам, похоже, вот сюда наверх нужно забраться. Лично, кстати, снайперская позиция, если бы в игре были винтовки. Но с такой боевкой динамичной, наверное, все-таки снайперские винтовки особо-то и не нужны. В конце концов, на дальние дистанции гвоздомет, наверное, в любой ситуации может помочь. Так. Телепорт. Надо было сразу за него хвататься. Там кто-то еще стреляет сзади. И продолжает нас совывать. Было очень больно. Да, этот турель, видимо, шмалял. По мне. Но три ячейки у меня остались. Плюс еще броня. Так что, я думаю, нормально. Самое время воспользоваться щитом. Их здесь слишком много. Бочку подрезать с ней не успел. Так, здесь турель все это время в меня шмаляла. Это у нас здесь незапитанный рубильник. Доступ запрещен. Точнее, он запитан, но доступ к нему запрещен. Значит, мы открываем эти ворота. Скорее всего, нам придется вернуться. Не зря я уничтожил турель. Ладно, идем дальше. Одна броня. У нас осталась. Мины так ввиду. Двигаемся. Да, о, мины. Пора отступать. Вот сейчас классно они все рванут. Да, и классно меня задело. Плюс еще здесь гребаные турели. Пожалуй, я парочку уничтожу все-таки. Блин, еще есть... Ну все, пора щит рубать. Пробегать вот здесь. Господа. Они не дают... Они не дают пройти. Господа. О, плохо делал. У меня осталась одна ячейка. Да, что-то я совсем зарашить решил. Это совсем мне не помогло. Ладно, нормально. Вот здесь вот закрытить неплохо получится. Блин, если бы не сраные вот эти дроны, которых я уничтожить теперь не могу. Только разве что с помощью груздомета. Я надеюсь, я близок к концу. Потому что у меня ни брони, ни крена не осталось. Сколько здесь еще народу. Да, я перестарался, конечно, со своим спидраном. Все? Нет. Они пытаются простреливать объекты. В глаз мне прилетел выстрел от пулемета, насколько я понимаю. Да, причем из дальнего. Ладно, здесь проскочим в таком случае. Проскакиваем сюда. А, нет, все, конец, да, отлично. Я уж подумал, у меня нужно будет возвращаться к тому рубильнику. Может быть, там есть что-то? Не знаю, какая-нибудь пасхалка, но очень сомневаюсь. Здесь существуют места, которые никак разблокировать нельзя. Поля, которые убрать нельзя. Ручьеви, которыми воспользоваться нельзя. Ну, по крайней мере, я так думаю. С возвращением, напарник. Пока все хорошо, враг продолжает поиски в другом направлении. Но орбитальных комплексов не бесконечное множество. Рано или поздно нас обнаружат. Поэтому не сбавляй темп. Следуй в рубку управления. А вот и крайний рубеж 2. Ладно, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok